Прокуратура выявила нарушение в работе маршрута номер 450 молодежный Иркутск. Молодежный, по данным специалистов, перевозчики не соблюдали периодичность обязательных мета-свидетельствований водителей. Не проводился предрейсовый инструктаж, у 18 водителей отсутствовала ежегодная квалификационная подготовка. Также у перевозчиков не было подтверждения проведения технического обслуживания и ремонта транспортных средств. А путевые листы не содержали такие обязательные реквизиты, как сведения о собственнике машины. По данным фактам, прокуратура возбудила административные дела. Исковые заявления направлены в суд. Работодателям внесены представления об устранении нарушений закона. Ошибся диагнозом. В итоге пациент скончался. В Братском районе возбуждено уголовное дело в отношении хирурга. По информации следствия, в 2013 году в Вихаревскую городскую больницу попал мужчина 1955 года рождения. Пациенту была проведена операция. Однако он скончался вследствие того, что врач-хирург поставил неверный и несвоевременный диагноз. Теперь врачу грозит ответственность по статье о причинении смерти по неосторожности. Таксиста, пропавшего еще в начале июля, в Иркутске так и не нашли. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Убийство». Напомним, 12 июля 33-летний мужчина возвращался с работы, однако домой так и не пришел. На звонки не отвечал. Родственники мужчины забили тревогу и обратились в полицию. До настоящего времени местонахождение таксиста неизвестно. Мужчина работал водителем такси «Максим». Следователи не исключают, что он мог стать жертвой преступления. И информация для автолюбителей. Улицу Октябрьской революции перекроют. Движение ограничат 17 сентября в 23.00 и до 6 утра 18 сентября. Закрывать дорогу будут поэтапно. Сначала перекроют одну полосу движения, затем в ходе дорожных работ другую. Это связано с проведением аварийных земляных работ на кабельных сетях. Асфальтовое покрытие на этом участке восстановят до 24 сентября. К этому часу у меня все новости. Я с вами прощаюсь и напоминаю, что если вы хотите стать нашим мобильным корреспондентом, присылайте свое видео на нашу электронную почту или звоните по телефону 33 13 28. Увидимся менее чем через час.